Дорогие друзья, мы продолжаем изучение книги Рамбама Закон о чертах характера, седьмая, глава, пункт седьмой И тот, кто злословит шутку, от нечего делать, то есть не испытывая ненависти к объекту злословия О нем сказал Шлома, старательно мечет искры, стрелы и смерть И скажет, я только балуюсь в Мишлей, 26, 18, 19 Тоже можно сказать о злословии украдкой В Виссарицком Тормуде рассказывается, что жители Ципори вывели на царские работы А некто по имени Йоханан не вышел, увидев это, один сказал другому Мы сегодня не встретимся с раввином Йохананом Услышав этот разговор, насмотрящих велел немедленно привести Йоханана Сказал Рейш Лакеш Это скрытая форма злословия Итак То же можно сказать о злословии украдкой, когда говорящий принимает наивный вид Будто не зная, что слова его злословия А когда его обличают, говорит, а я не знал, что это сделал такое-то Или не знал я, что это злословие Зим-Ахт, то есть 7-8 Нет разницы Злословие в присутствии человека или в его отсутствии Сказал Раба В другой версии Раба Все сказанное в лицо не является злословием Сказал Абая Это сочетание хамства и злословия Ответил ему Я считаю, что Раби Йоси, сказавший никогда во время разговора, я не озирался Множество комментариев посвящено этим словам Поскольку в споре Раби и Абая закон следует Раби А Рамбам постанавливают в соответствии с мнением Абая То есть это хамство и злословие Итак Любая вещь, которая, будучи произнесенной публично, может причинить вред человеку или ему имуществу Или даже просто неудобство Или страх Тоже называется злословием Если же это было рассказано в присутствии трех человек И считается, что сведения эти стали известны всем Если один из троих расскажет это еще раз То это не злословие При условии, что не намеревался распространить слух И открыть еще больше Утверждение, что рассказанное трем слушателям предстает быть предметом злословия Понимается двояко Раши понимают его, как рассказанное самим человеком перед тремя Если некто рассказывает о себе что-то публично Очевидно, он и возражает, чтобы об этом знали Он не возражает, чтобы об этом знали Рамбам понимает эту фразу иначе Если некто хоть раз рассказал публично что-то о другом человеке То эти сведения стали достоянием всех И повторение их не может считаться злословием Хафиц Хаим Шмират Халашон Обставляет Право Пересказать услышанное в присутствии трех Таким количеством условий Сводящихся к не навредить И не пересказывать гадости Что в сущности Сводит эту ситуацию К своей постоянной рекомендации Двоеточие Приучить себя никогда не говорить о других людях Кем бы они не были А если иногда приходится То говорить самым кратким образом Пункт 7.9 Все они злоязычные И с ними нельзя жить в одном селении А тем более находиться рядом и слушать их речи И наши праотцы в пустыне были осуждены За сорокалетнее скитание Именно за злоязычие Подразумевается Рассказ о том Как разведчики Посланные Моше Разведать Пути завоевания земли Израиля А также состояние страны И противника Рассказали про землю Что землю Израиля невозможно завоевать И все израильтяне поверили им Отсюда видно Как велик грех злословия И как от этого греха страдают И злословящие те Кто его слушает 7.10 Мстящий ближнему Своему нарушает запрещающая заповедь Как сказано Не мсти Во игра Как раз в нашей неделе глава 19.18 Хотя Его Не приговаривают Телесному наказанию Это очень дурная черта характера И следует Человеку Человеку спокойно Относиться ко всему Что происходит в этом мире Ведь для понимающих Все в этом мире Прах и суета И нет смысла За это мстить Интересно Что В печатных изданиях Стоит слово Меняющее смысл фразы Не следует Человеку переступать Через свой нрав По поводу всего происходящего Эта поправка Повторяет Сказанное В исходной цитате В трактате Йома Рамбом же Здесь Подразумевает Несколько иное А именно то Что он говорит В Морене Вухим Об изменении Позиции Йова В конце книги Йов страдал Лишившись богатства Детей и здоровья Встретившись же Со Всевышним Лицом к лицу Он понял Что все это было Лишь мнимым счастьем А истинное счастье Знание Создателя И потому Все несчастья Причиненные другим Другими зло Не заслуживает скорби В чисто Медицинском Труде Здоровый образ жизни Рамбом повторяет Рекомендацию Как основу Физического Здоровья 7.11 Что значит мстить Например Один человек Просит другого Одолжить ему Заступ А тот Отказывает На завтра Отказывающему Самому Понадобилось Попросить Заступ У соседа И тот Сказал Отказал ему И сказал Я не дам тебе Как ты Когда ты не дал мне Такой человек Мстит Не должен Дать ему Но Вообще-то Но Должен дать ему С чистым сердцем Не воздавая Человеку Его же монетой А так Во всех подобных Случаях Поступает так же И так Сказал Давид В своих Добродетельных Помыслах Разве я Кому Платил Злом Я который Даже врага Моего Отпускал Безнаказанно Сказано в Таилим 7.5 И заключительный Раздел Из этой книги 7.12 И каждый Кто затаил Обиду На кого-то Из Израиля Нарушает Запрещающую Заповедь Как сказано Не мсти И не храни Злобы Сынов Народа Твоего Воекра 19.18 Например Ревен Спросил Шимона Сдать ему В наем Жилье Или Одолжить Быка И Шимон Сказал Через некоторое Время Шимону Шимон Отказал Через некоторое Время Шимону Понадобилось Что-то Одолжить Или Занять Ревен И Ревен Сказал ему Я одолжу Тебя Потому что Я не такой Как ты Не воздам Тебя Злом За злом Поступающий Так Нарушает Запрет Не храни Злобы И Здесь Есть Также Пояснение Еврейских Средниковых Текстов Когда В примере Следует Указать Абстрактные Имена Авторы Представляют Имена Детей Якова В порядке Сершинства Ревен Шимон Леви Ягуда Но должен Так вот Человек Не должен Быть Таким Что он Хранит Злобу Но должен Стереть Случившееся Своего Сердца И не Вспоминать Так как Все время Пока он Помнит Зло И таит Обиду Он может Решить Отомстить В книге Заповедей Запреты Рамбам Пишет Нам запрещено Помнить Зло Даже если Мы собираемся Не мстить А именно Помнить О причиненном Нам зле Чтобы потом Напомнить О нем Поэтому Тора Запрещает Помнить Зло Нужно Чтобы стер Человек Совершенно Обиду Из своего Сердца Перестал И вспоминать И это Правильное Правильное Поведение Которое Позволяет Людям Жить Рядом В добром Соседстве И в завершении Сказано Благословен Милосердный Кто Помогал Нам Книга Закончена Есть Пояснение К последнему Высказыванию Законы Торы Говорят О злонамеренном Убийстве Если Человек Был врагом Ближнего И подстерегал Его В засаде И убил Его Дворим 19.11 В сифре Этот стих Комментируется Отсюда Сказали Всякий Кто нарушает Легкую Заповедь Кончит Нарушением Тяжкой Заповеди Этот Нарушил И возлюбив Ближнего И дошел До нарушения Не мсти Не помни Зла И ненавидь Ближнего В сердце Своем В конце Концов Дошел До Кровопролития Не дай бог Всем Замечательного Настроения И Знаете Законы Нам Помогают Рамбам С вымычением Соблюдать И улучшать Свои качества